В девятиэтажке Вероники под обед замки на окнах стояли еще при получении квартиры. Семья планировала установить их с самого начала. Мама признается, нет ничего хуже, чем читать заголовки о выпадающих детях, ведь в доме подрастают две малышки. Уследить за шустрыми девчонками, отмечает женщина, порой тот еще квест. Я считаю, что особенно где есть такие маленькие дети, которым всегда все интересно, которые очень любопытные, устанавливать нужно и важно для их безопасности. Не всегда достаточно просто слов, чтобы их уберечь. Падение детей с высоты в последнее время – не редкость. Только в Могилевской области уже четыре случая. В начале марта в Быхове двухлетний малыш вывалился с пятого этажа и скончался прямо в реанимации. В конце мая в столице вместе с москитной сеткой на землю рухнул двухлетний мальчик. Благо, остался жив. История повторилась в середине июня в Гомеле. Пятилетнюю девочку, пока та спала, оставили дома. Малышка упала с 15-метровой высоты. Скорую вызвали прохожие, ее отвезли в больницу, где прооперировали. Беда чуть не произошла и в семье Виктории Тимченко. Мы жили раньше на микрорайоне Западном. И я закрутилась по домашним делам, а у нас замков на окнах не стояло. И просто благо в один момент я зашла в комнату, когда ребенок уже стоял в открытом окне. Но приятного, скажу, очень мало. Поэтому однозначно даже стоял вопрос, чтобы обязательно были замки на окнах. Сейчас магазины предлагают несколько вариантов оконных блокираторов в зависимости от предпочтений покупателя. В случае с тросиком к створке крепится опора, к раме – ответное основание. Длина в 20 сантиметров позволяет проветривать помещение, но открыть нараспашку уже не получится. Средняя цена механизма – 20 рублей. Замок в ручке – самый доступный и популярный вариант. Установить его можно самостоятельно. С помощью ключа окно блокируется и открывается. Самое главное – держать их подальше от детей. Обойдется такой в 15 рублей. Накладной замок состоит из двух элементов. Основная часть монтируется на нижнюю створку, вторая крепится к раме. Взрослые без проблем откроют окно на микро и обычное проветривание. Но ребенку эта задача будет не под силу. Стоимость – около 13 рублей. Есть замок, который врезается изначально в створку при изготовлении окон. Он стоит 20 рублей. Это уже вы изначально, когда заказываете окна, должны обговорить, что вам нужен этот замок. Почти половина ЧП происходит из-за порвавшейся москитной сетки. Это всего лишь иллюзия защиты. Чаще всего из окон выпадают дети от двух до четырех лет. В 30% случаев прямо на глазах у родителей. В 70% в течение первых 15 минут после того, как ребенок остался без присмотра. Не всегда помогают даже блокираторы. Главной причиной происшествия по-прежнему остается недосмотр взрослых. Для трагедии достаточно считанных секунд. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Максим Галенка, Бобруйск, 360.